Я ударил раз в нос. Правой рукой? Да. Еще раз. Продокажите, задержите руку. Так били? Да. С развороту? С размаху? Как? Ну, так не получится мне показать. Ну, я образно. Вы мне скажите, как? Стань сюда, пожалуйста. Не обязательно. Просто задержите руку. Продокажите, задержите. То есть, с развороту, да? Ударили. Ну, как разворот. Как бьет боксер, так и я и бью. Хорошо. Вот. На что он попятился на эту дверь. Вот так что-то заковырялся и упал сюда. Обычный алкогольный вечер, обычно в таких случаях бытовой конфликт. Ну, ударил раз, с кем не бывает. Ну, два. Но своего собутыльника, по версии следствия, этот мужчина избивал весь вечер. Бил методично, со знанием дела. И удерживали его ногами? Ну, я вот так, чтобы он не упал никуда. Мне просто вроде, знаете, у меня двухуях в ситуации. Либо ногу отпустить, чтобы он перевернулся. Тогда бы его нос вошел вообще вовнутрь. А так я, ну, на нервах и плюс вот это спиртное все, оно как-то все скопилось. И получилось так то, что, мол, сколько до этого, два раза, да? Ну, раза четыре, короче, его вот так вот сходил. Перелом ребер, перелом основания черепа, трагический итог гулянки. Мотив – оскорбление матери. После того, как потерпевший потерял сознание, комнатный боксер выволок его в общий коридор, где тело и обнаружили полицейские. Все произошло при свидетелях. Свидетели давали одни показания, а подозреваемый механизм пояснял совершенно другой. Что непосредственно и он пытался продемонстрировать на проверке показаний на месте. Обстановку в квартире немножко иначе описывал, как оно было, говорил про несуществующие предметы. Потом рассказывал количество нанесенных ударов, что, естественно, было опровержено экспертизой полученной. Понятно, что верить тому, что говорил обвиняемый, до получения официальных данных о характере смерти, следователи не торопились. Да и можно ли верить на слово человеку, ранее уже отсидевшему за убийство и разбой? Экспертиза все расставила по своим местам. По четвертой части 111 статьи Уголовного кодекса обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. С учетом рецидива эта цифра, скорее всего, и будет ориентиром для стороны обвинения. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...